Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим про самую частую хирургическую патологию острый аппендицит. Перед тем, как начать говорить про острый аппендицит, мы, естественно, с вами скажем, где он располагается, это правда воздушная область. Если мы нарисуем пупок и илиаку, проведем сюда две точки трисоединимых в прямой линии, то примерно здесь будет располагаться наш отросток. Он является вроде бы рудиментом, но, опять же, не заблуждайтесь. Отросток чуть сложнее, чем просто рудимент, является лимфатическим органом, который, в свою очередь, является таким барьером от кишечной инфекции. И он выполняет свою функцию достаточно хорошо, учитывая весь тот арсенал, которым обладает кишечная инфекция, и каждый день, поверьте, отросток работает. У него нет выходных, поэтому не читайте его рудиментом. Что хотелось бы выделить на этом рисунке? Такое понятие, как мезоаппендикс или брыжейка червеобразного отростка. Она представлена на экране вот примерно так. Мезоаппендикс представляет собой брыжейку самого отростка, и она похожа на брыжейку всей толстой, всей тонкой кишки. Выглядит примерно как участок жира, в котором проходят сосуды. И она покрыта брыжейной с обеих сторон. Это очень важно знать, ее местонахождение, то, что она есть и то, что в ней есть сосуд во время операции. Это пригодится во время операции. Это важно знать вообще и пригодится во время операции. Так, у отростка есть варианты расположения. То есть тот, который мы видели, это банальный с нисходящим положением. Перед тем, как начать говорить про расположение червеобразного отростка, давайте чуть-чуть скажем про расположение слепой кишки. Она также может быть, может расположена быть не только в право-воздушной области, но и в других областях брюшной полости. Поэтому, если мы говорим про нормальное расположение слепой кишки, тогда мы различаем четыре положения. Нисходящее положение, оно примерно в половине случаях у пациентов. И это положение характерно для длинных червеобразных отростков, когда конец отростка спускается в полость малого таза. Зачем это надо знать? Очень часто данное положение отростка позволяет ему припаиваться к мочевому пузырю и прямой кишке. Соответственно, именно в этих местах может образовываться аппендикулярный инфильтрат, который может пародировать клинику уремических заболеваний или же просто уреческих или коллапротологических заболеваний. Так, латеральное положение около 20 процентов случаев. В принципе, то есть он будет расположен справа от кишки. Это дальше я все покажу. Медиальное положение 17-20 случаев, то есть идет к корню бюджете тонкого кишечника. И восходящее положение позади слепой кишки около 13 процентов случаев. В этом случае червеобразный отросток располагается за брюшином. Ну и вот, в принципе, все расположения. Позади слепокишечная, то есть когда он будет расположен за брюшином, его не видим. Вот слепокишечная, тазовая, предподвздошная, позади подвздошная. И то, что мы с вами говорили про варианты расположения слепой кишки. Может быть, как выше, может быть, как ниже, может быть, в области мезогастральной, может быть, в правом квадре перья и может быть слева. Так, у слепой кишки задняя поверхность оказывается чаще всего не покрыта брюшином, за счет чего как раз-таки отросток может располагаться за брюшином. Ну, собственно говоря, эта картина мне нужна была для понимания того, что кишка может расположена быть не только в нашем банальном, да, в бульгарном, в обычном месте, но и в других. Кровоснабжение червеобразного отростка. Значит, здесь у нас представлена артерия иллюколика, на которой питали слепую кишку, часть подвздошной, и дает веточку на артерию аппендикулярис. Опять же, вы видите, что она находится в мезоаппендиксе, артерия аппендикулярис. Проекция червеобразного отростка на переднюю брюшную оттенку. Ну, вас учили на пропедактике, да, где искать отросток. Так что, ничего нового. Проводите линию от гребни подвздошной отростки и делите на три части. И ближняя треть – это примерное расположение червеобразного отростка. Опять же, на многих картинках могут писать по-разному. И если мы в этом случае проведем с вами линию, да, то мы видим, что не совпадает. Поэтому, в принципе, оно и понятно почему. Ведь каждый человек индивидуален, и каждому человеку нужен свой определенный подход. Но чаще всего именно в этой точке находится отросток. И именно здесь мы делаем разрез по Волковичу Дьяконова. Значит, этиопатогенез. В клинических рекомендациях выделяют два варианта развития острого эпидицита. Основная причина – это нарушение оттока и нарушение пассажа содержимого из просвета червеобразного отростка. Чаще всего оно обусловлено капровитами, глистной инвазией, пищевыми массами, лимфоидной гипертрофией. Или новообразованием. Секреция слизи в условиях обструкции приводит к повышению давления внутри просвета аппендикса. Если мы с вами нарисуем аппендикс, да, и будем говорить, что вот это его просвет, это его просвет, то выделение слизи должно куда-то уходить. Да, и оно чаще всего уходит в слепую кишку. Теперь представим вариант, что данный вид связи со слепой кишкой у нас отсутствует. И повышение слизи приведет к повышению внутриаппендикулярного давления. Содержимого отростка, обсемененная патогенной флорой, служит благодаря исследованию развития острого кинцита. Наиболее часто выделяемый микрофлора – это аэробные микроорганизмы. И второй вариант развития – это нарушение кровообращения. По сути, это гангренаотростка. То есть, когда аппендикулярис тромбируется, когда аппендикулярис тромбируется, то нечем питать наш отросток, что приводит к его гипоксии, как незабавно бы это не звучало, и последующей гибели. Классификация. Значит, я вам прочитаю классификацию, которая есть в клинических рекомендациях, и, по сути, она является верной. Чуть-чуть ее под видоизменить. Классификация, значит, по морфологическому типу у нас катаральный, фигмонодный, пиема и гангренозный. По осложнениям у нас есть перфорация, и вильтрат. Он делится на рыхлый и плотный. Перпендикулярный абсцесс и перитонит. В клинических рекомендациях выделяют аппендикулярный инфильтрат, выявленный до операции и после операции. И переаппендикулярный абсцесс также выделяют, выявленный после операции и до операции. Ну, честно говоря, это влияет на тактику, видимо. Но, опять же, какую? Это мы с вами разберем уже непосредственно в лечении. Так выглядит отросток на препарате. В реальной жизни не назовешь, но на препарате можно сказать, что он так выглядит. Ну, и вы не раз увидели на анатомии. Давайте поговорим немножко про патологическую анатомию аспостера аппендицита и конкретно про формы. Что же писать при тех или иных формах при удалении аппендикса? Если мы говорим про аппендикулярную колику, то тут все понятно и изменений нет. Это просто болевой синдром. Если же мы говорим с вами про катаральный аппендицит, то я не нашел ни одной фотографии. Ну, я думаю, что, выпустив видео по аппендиктомии, я вам продемонстрирую конкретно, где катаральный, где флегмонозный и так далее. Значит, катаральный отросток, он же простой, изменен поверхностно в основном. Здесь будут небольшие изменения, легкая отечность и инъюцированность сосудов серозной оболочки. Следующий вид – это флегмонозный. Он будет достаточно изменен. Он будет увеличен, утолшен, напряжен. Серозная оболочка будет гиперимирована, местами покрыта фибринозно-гнойным налетом. В просвете серозная, чаще гнойное задержимое, иногда ампиема. Брыжейка будет отечна, полнокровна, апостоматозна и могут быть явления флегмонозной язвенной формы. И последний – гангренозный. Пораженный сегмент будет грязно-зеленого цвета, с серым оттенком, иногда черного цвета. Имеется дряблая консистенция и он легко повреждается. По сути, он как тряпочка. Общие симптомы острого пеницита – это боль в животе, сухость и обложенность языка, тахикардия, сублюбринная температура, повышение стоя, гликоцитоз с дыком гликоформового влево. По поводу боли в животе понятно, что эта боль будет либо в траву поддошной, чаще всего, либо это боль, которая началась с выпегасты и затем сместилась в траву поддошной. Сухость и обложенность языка вызвана общая интоксикация организма и воспалительным процессом. Тахикардия также вызвана интоксикацией и воспалительным процессом. Собственно говоря, и субфибрильная температура даже. Повышение соя. Здесь же гликоцитоз, пожалуйста. Жалобы. Пациент связывает начало болей с появлением непосредственно болевого синдрома или дискомфорта в эпигастрии или просто по белой линии животных. Опять же, симптом Кохера Волковича, это не значит, что боль появилась конкретно в эпигастрии. Просто чаще всего пациенты описывают нам именно в этом, в этой области. Но опять же, считывая нервные сплетения и кровоснабжение отростка, запомните, что симптомом Кохера вы можете считать не только появление болей в эпигастрии, но и появление болей в побелой линии живота. Значит, это первое. Боли будут постоянные и не будет такого, что пациент будет жаловаться на схваткообразные боли. То есть, к примеру, вы задаете ему вопрос, больно ли вам сейчас. Он может ответить нет и сказать, что боль чаще появляется схватками. То есть, то нет. Это не похоже на типичную клинику астропедицации. Чаще пациенты будут жаловаться на боль всегда и чувствуют ее всегда. Слабая интенсивность, тупые и ноющие. И радиации нету. Также тошнота, работа. Чаще всего не часто и одна, а двухкратная. И слабость, потеря аппетита. Потеря аппетита, она и понятная организма интоксикация. Неспецифично это задержка стула, тенезма, частный стул, дезурия, сухость во рту, сдутие живота. И опять же, вы видите, что задержка стул, что частный стул. То есть, в зависимости от расположения и зависимости от компетного организма, симптомы будут разные. Тенезма, дезурия, сухость во рту, сдутие живота. Про все это можно говорить днями, часами и рассказывать, что при одном расположении будет одно, при другом другое. Опять же, лучше говорить о том, что все-таки аппендикс он маскируется под все, что угодно. И вызывает любую клинику. И это связано не только с расположением, но и с конкретным человеком. Локальные симптомы остеого аппендицита, которые, я думаю, вы должны знать от зубов. И, к сожалению, не все по авторам. Тут, знаете, такое двоякое впечатление. Вроде бы мы русская школа и мы должны как-то себя заявить. И в основном мы сейчас заявляем тем, что знаем какие-то фамилии. И тем самым проявляем уважение к тем докторам, которые когда-то это открыли и когда-то это показали. Но опять же, все современное общество, все европейское общество, американское общество, все люди, которые живут в разных странах, отошли уже давно от того, чтобы запоминать фамилии. Поэтому тут такая двоякая ситуация. От вас будут этого требовать. Поэтому вам стоит поднапрячься и запомнить их по фамилиям хотя бы на экзамен. Симптом кофера Волковича, как мы уже и говорили, это появление болей по белой линии живота. Чаще всего эта боль появляется в эпигастрии, реже у пупка и затем она уходит в правую поддушную область. Следующий симптом, симптом Робзинга, это повышение давления внутри толстого кишечника. Производится он путем нанесения правой рукой или левой, как вам удобно, в толчкообразных движениях в левой поддушной области. В чем суть? Вот здесь у нас примерно расположена восходящая кишка. Обычно, как я поступаю, я ставлю левую руку в проекцию сигмы и наношу толчкообразные движения непосредственно в область восходящей кишки. Тем самым вы поднимаете давление внутри нисходящего кишечника и вообще всего кишечника. Единственный путь газа из нисходящей кишки это пойти в слепую. И он так и делает, он двигается сюда и пациент будет чувствовать боль в правой поддушной области. Симптом воскресенского, по-другому симптом рубашки. Проведение рукой по непосредственно майке пациента является признаком перитонита и признаком того, что есть воспаление непосредственно в брюшине. Довольно часто встречается и хорошо помогает поставить диагноз. Следующий симптом, симптом раздольского. Болезненность при перкуссии в правой поддушной области. Прямая перкуссия в правую поддушную область, тогда пациент будет жаловаться на боль. Опять же симптом того, что есть перитениальная симптоматика. Не ярко выраженная, но есть. Симптом Ситковского. Поворот спины на левый бок вызывает боли в правой поддушной области. Это связано с тем, что брыжейка отростка натягивается и сам отросток натягивается и давит на... Ну, вызывает дискомфорт в и так болеющем органе. Симптом Бартоломне Михельсона. Это пальпация при положении пациента на левом боку. Также будет усиливаться боль. Симптом Кушнеренко. Появление или усиление болей в правой поддушной области при покашливании. Достаточно частый симптом и тоже хорошо помогает поставить диагноз. Симптом Образцова. Лёжа на спине просите пациента поднять правую ногу, не сгибая её в колени. Так как это ведёт к изменению расположения органов в правой поддушной области, это приведёт к боли субъективной у пациента. Если хотите узнать, то я немножко по-другому его провожу. Я ещё перед этим ставлю руку в правую поддушную область. И только тогда прошу пациента поднять ногу. И опустить её. И когда вы просите пациента, что поднять ногу, если он говорит, что ему больно, это положительно. Но если он говорит, что не больно, продолжайте держать руку и попросите его теперь уже опустить ногу. Если он скажет, что ему больно опускать, то это тоже положительный симптом Образцова. Симптом щетки на Блюнберге, я думаю, вам даже не стоит рассказывать. Вы с третьего курса про педевтики знаете, что такое симптом щетки на Блюнберге. Единственная просьба, что симптом щетки на Блюнберге надо проверять не только в правой поддушной области, а в принципе во всех квадрантах живота. И в любом квадранте он может вам помочь. Переходим от локальных симптомов к инструментальной диагностике. Я сюда не выносил общий анализ кои, потому что я думаю, что вам и так понятно, что там будет повышение лейкоцитов выше 9. Также повышение сои и остальное. В принципе, больше нас ничего не интересует при остром аппендиците. УЗИ брюшной полости, если вы считаете, что у пациента есть острый аппендицит и клиника ярко выражена, то в принципе можно и не выполнять ультразвуковое исследование и просто подавать пациента операционно. Но если вы все-таки сомневаетесь и хотите отпустить пациента, грубо говоря, домой, то сделайте ультразвуковое исследование, чтобы расслабиться и спать спокойно. Опять же, рутинное использование ультразвука, оно вроде бы и помогает снизить риск операции, но также зачастую оно может слишком успокоить вас. И опять же, там есть острый аппендицит и вы увидите и посылаете на УЗИ, а его там нету, не означает, что его там нет. Возможно, что просто на ультразвуке его сложно увидеть. И его действительно сложно увидеть. Его видно только в 20% случаев. Нас будут интересовать такие симптомы, как симптом мишени. Вот, в принципе, вы и видите, что у нас есть некоторые контуры, благодаря которым мы можем сказать, что он выглядит как мишень. И воспаление в аппендиксе проявляется именно так. У ультразвуковых диагностов есть прям такой симптом, симптом мишени. Плюс дополнительно можно увидеть свободную жидкость, что также является признаком либо острого аппендицита, либо опять же какого-то процесса в душной полости. Компьютерная томография. Мы видим вновь же воспаление в отростке, его утолщение стенок и отечность. Что хотелось бы сказать про компьютерную томографию и острый аппендицит. Опять же, если мы будем говорить про развитое общество, то компьютерная томография используется чаще, чем ультразвук. Но опять же, вы должны оценивать риск-пользу, и если у пациента имеется клиника острого аппендицита и ничего вас не коробит, то зачем делать компьютерную томограмму, которая произведет облучение человека. Надо ли или нет? Если клиника понятно, то скорее нет. Опять же, по клиническим рекомендациям лучше да. Но опять же, по конкретной работе в больнице, вы сами разработаете для себя алгоритм и будете его придерживаться. КТ покажет вам, что у пациента есть остеопендицит примерно в 98% случаев. Но опять же, стоит ли его рутинно использовать для всех пациентов? Это вопрос, на который вам предстоит ответить в скором времени. Диагностическая лапароскопия. Перед тем, как начать про нее рассказывать, хотелось бы вас попросить запомнить, что диагностическая лапароскопия – это операция. Точно такая же операция, как и все, так как пациенту дается эндотрахиальный наркоз. Интубация, эндотрахиальный наркоз. И, по сути, данная процедура ничем не отличается от любой операции. Особенно от лапароскопической операции. Поэтому, опять же, прошу вас задуматься о рутинном применении данной операции. Необходимо ли это? Конечно, выполнение лапароскопической диагностики снизит риск того, что мы пропустим острый аппендицин. Но также выполнение диагностической лапароскопии – это риск развития послеоперационных осложнений. Поэтому это палка о двух концах. На одном конце ее камера, на другом конце ее осложнения. Задумайтесь. Но нельзя отрицать, что это более достоверный метод, который позволит непосредственно обнаружить источник, если он есть или если его нет. Определение показаний капендектомии во время лапароскопии. При выявлении червеобразного отростка вопроса могут возникнуть при дифференцовке деструктивных и недеструктивных форм аппендицита. Макроскопическими признаками деструктивных форм аппендицита являются утолщение диаметра и его ригидность, гиперемия, багровый цвет отростка, наложение гибрина и перфорация червеобразного отростка. Если отмечается только лишь инъекция сосудов, сирозы, при отсутствии других признаков деструктивного воспаления, то ключевым методом определения ригидности червеобразного отростка является его пальпация браншами инструмента и вывешивание на инструменте. Если чего не свисает червеобразный отросток, то необходимо расценивать его как флегмонозный аппендицит. Этот симптом называется симптом карандаша, когда отросток как будто бы торчит. Если же имеется свободное свисание на инструменте, симптом карандаша отрицателен и необходимо отказаться от аппендоктомии и выполнить дальнейшую ревизию органов брюшной полости, малого таза и лимфоузлов брюшей кетонкой кишки. При выявлении деструктивного аппендицита предпочтительно трансформировать диагностическую лапароскопию в лапароскопическую аппендоктомию. Противопоказания к лапароскопической аппендоктомии это перитонит с выраженным порезом желудочно-кишечного тракта, что обязательно приводит к компартмент-синдрому. И второе противопоказание это соматическое состояние пациента, которое противопоказывает ему карбоксипиритонел. Чаще всего это дыхательная недостаточность и сердечная недостаточность. При данных соматических состояниях мы не можем производить карбоксипиритонел. ДИФДИАГНОСТИКА Здесь показаны все заболевания, которые считают необходимым российским хирургам дифференцировать при остальном аппендиците. ДИФДИАГНОСТИКА 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 из-за симптома кофера. Проводную язву по тем же соображениям. Дивертикул мекеля, так как боль может располагаться в правой подвздошной области. Нарушенная внимательная березность, опять же правая подвздошная область. Апопректия яичника, правая подвздошная область. Воспаление органов малого таза, правая подвздошная область. Перекрутки сты яичника, правая подвздошная область. Почечная колика справа, правая подвздошная область. Мочевые инфекции, так как будут пародировать острый аппеницит именно справа, подвздошная область. Острый мизодонит. Тут уже немножко другой вопрос. Вы же помните, что у нас отросток является лимфатическим органом. И лимфоузлы и брыжейки также являются лимфатическими органами. И зачастую кишечную инфекцию на себя берут как отросток, так и лимфоузлы и брыжейки. И чаще это все-таки лимфоузлы и брыжейки. И если мы говорим с вами про какую-то серьезную патологию, когда отросток не справляется, то это приведет к аппенициту. Но если мы с вами говорим про необходимость его удаления. Но если мы с вами поговорим про мизодонит, то при мизодоните лимфоузлы и брыжейки удалять не надо. Они просто выполняют свою функцию, но при этом их гиперфункция, их гиперработа будет приводить к воспалению. Кишечные инфекции. Ну опять же связаны с лимфатическим органом и с тем, что кишечник будет воспален. И опять же будет пародировать аппеницит. И пару каверных вопросиков с вами обсудим аппеницит при беременности. Надо помнить, что во второй половине, вторая половина беременности, происходит смещение купола слепой кишки вверх. Перемещение болей в область правого подреберья. То есть боль смещается вверх. Это первый возможный вариант того, что будет у беременных. Второй вариант это то, что при растяжении мышц передней брюшной стенки, оно нивелирует симптом мышечной защиты или симптом дефонса. Что опять же смажет клиническую картину. Следующий симптом, который будет смазан, это когда мы попросим пациента лечь на левый бок. Если вы помните, то при остром аппениците чаще всего это появление боли и усиление боли. Если же мы говорим про беременность, то матка будет поддерживать отросток, что опять же нивелирует этот симптом. Поэтому при беременности попросите сначала пациентку лечь на левый бок, а затем пациентку лечь на правый бок. И вот когда она ляжет на правый бок, чаще всего матка будет придавливать отросток и тем самым увеличивать болевые симптомы. И из-за растяжения мышц передней брюшной стенки опять же будет смазываться щетким блюнгер. Что еще надо сказать о беременном. Если вы помните, то один из диагностических методов это компьютерная томография. Так вот, КТ брюшной полости не рекомендовано пациенткам с беременностью. Им рекомендовано проведение ультразвукового исследования. И в случае недостаточной информативности магнитно-резонансной томографии брюшной полости. И еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Это острый аппеницит в зависимости от возраста. У детей будет более бурная клиника, очаги деструкции уже в первые часы заболевания, подвижная слепая кишка, активное развитие воспалительного процесса. У пожилых лиц будут симптомы выражены менее остро, но при этом клиническая картина будет смазана. Чаще с задержкой стула и, опять же, чаще у них будет гангренозный аппендицит. На фоне того, что затрампирована переаппендипуляция. Поговорим пару слов о госпитализации. Показания для экстренной госпитализации – это установленный диагноз и обоснованное предположение о наличии остроаппеницита. Показания для плановой госпитализации – это состояние после успешной консервативной терапии аппендипулярного инфильтрата через 6 недель после рассасывания инфильтрата. Небольшое уравнение для вас. Решите его, пожалуйста. У вас есть пару секунд. Та-дам! Ну, я думаю, все смогли решить, что это 6. И я очень надеюсь, что это действительно 6. Не будет такого, что я сейчас ошибся. Ну, вроде я в математике шарик. Да, вроде шарик. Да, неважно. В общем, вам надо запомнить цифру 6. Поэтому я так ее красочно и представил. Если вы госпитализируете пациента, и вы не уверены, что у него есть острый аппендицит, опять же, вам не хочется брать его в операционную, то у вас есть 6 часов на то, чтобы разрешить эту ситуацию либо мирно, либо в операционную. Опять же, госпитализировали 6 часов. Если через 6 часов вы сомневаетесь, то берете в операционную. Если через 6 часов вы уверены, берете в операционную. Если через 6 часов в клинике нет, продолжайте лечить консервативно 4 койка дня, чтобы больница смогла хоть что-то заработать. И учитывая, что вы достаточно амбициозны, вы в новом веке, вам пора привыкать к тому, что есть у нас западное какое-то веяние, и есть определенные шкалы, которые в том или ином случае могут вам помочь. По острому аппендициту есть целых 4 шкалы, которые могут вам помочь. Я вам расскажу только про две. Это шкала Альварадо, система больной оценки. Она оценивает болезненность в право-подвздошной области, чаще всего миграцию боли в право-подвздошной области, анорексию, тошнотуру, отру, напряжение в право-подвздошной области, симптом щетки на Блюнберга, температуру лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитов влево. Каждый симптом она оценит по одному или по два балла. К примеру, по два балла будет оценка лейкоцитоза и оценка болезненности в право-подвздошной области. И если у пациента менее 5 баллов, по этой шкале 0-4, то острый аппеницит маловероятен. Если 5-6, то он возможен, и пациент нуждается в наблюдении. Если 7-8, то острый аппеницит вероятен. Если 9-10, то острый аппеницит имеется у пациента, и ему требуется экстренное хирургическое вмешательство. Это первая шкала, которую вы не должны знать. Следующая шкала – это шкала АИР. Она подразумевает в себе рвоту, боль в правой нижнем квадрате, в право-подвздошном области. Это вот два симптома, которые она изначально берет. Следующее, что она подразумевает под собой – это дефенс. И дефенс она разграничивает на 3 этапа. Это легкий, средний и сильный дефенс. Опять же, чем она плоха – тем, что вы должны сами определить для себя и субъективно это все. То есть, субъективно, по вашему мнению, здесь мышечный дефенс средний. То есть, как-то так. Температура тела выше 38,5. И дальше идет лейкоцитарная формула, которая также оценивается. Если больше 70-80 из 4, то 1 балл. Если больше 85, то другой балл. Следующая – это white light cells оценивается. От 10 тысяч до 15 – это 1 балл. И больше 15 – это 2 балла. Ну, вот с этим я, честно говоря, не уверен, что стоит соглашаться. И цирреактивный белок, в зависимости от его активности, будет добавляться либо 1, либо 2 балла. Если сумма здесь равна 0-4, то это низкая вероятность. Если 5-8, то это неопределенная вероятность. И 9-12 – высокая вероятность. Ну, шкала АИР мне не очень нравится, честно говоря. Мне, в принципе, все шкалы не очень нравятся. По поводу шкал, буквально пару слов у вас отниму. Пару минут, чтобы его внимания отниму у вас. Так вот, помните, что симптомы нельзя подсчитывать. Вот чем славится русская медицина, и в принципе, с чем я не могу не согласиться, и чем я сам люблю апеллировать. Если мы берем какие-то конкретные шкалы, то все шкалы не оценивают симптомы. Они считают их. И то есть, грубо говоря, если у вас есть 9 симптомов, то это аппендицит. Но это же не совсем правильно. Правильно оценить каждые симптомы и о каждом подумать. И может быть, каждый симптом вас на что-то натолкнет. Поэтому, в принципе, в России не очень любят шкалы непосредственно хирургии. Да и не только. Поэтому симптомы нельзя подсчитывать. Их надо оценивать. Запомните эту фразу, скажите ее на экзамене по хирургии, и профессор Вайсбейн вас просто расцелует. На этом все. Спасибо за внимание. Прошлый конкурс, там действительно был карбункул. Спасибо за активность. И на этот раз хотелось задать вопрос, что за орган нарисован, нарисован, говорю, что за орган на этой фотографии. И, может быть, даже расскажите вероятную причину его удаления. Всем спасибо, всем продуктивной недели. Чао. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...